В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. С 1 августа открывается кинотеатр и искра безопасной зрителей будет обеспечена. Персонал весь будет обеспечен средствами индивидуальной защиты, включая перчатки, маски. 33 дольщика нового жилого комплекса, расположенного в поселке Мещерина, получили ключи от квартир. Министерство жилищной политики помогало застройщику оформлять документы, получать согласование. И снова ярмарка с 27 июля по 2 августа у кинотеатра «Искра». Все хорошее, главное, натуральное. Спасибо им. 1 августа в Ленинском городском округе возобновляют работу кинотеатры. Готовится открыть свои двери для зрителей и видновский кинотеатр «Искра». О том, как повлияла пандемия на его работу, смотрите наш следующий сюжет. Пандемия понемногу отступает, и мы плавно возвращаемся к обычной жизни. С 1 августа в муниципалитете заработают кинотеатры. Откроет свои двери и «Искра», находящиеся в вынужденном простое более 4 месяцев. Естественно, эпидемиологическая обстановка внесет в работу кинотеатра свои коррективы. Так, по рекомендации Роспотребнадзора, количество доступных мест в зале будет сокращено до 30-40. До семейного просмотра будет разрешено сидеть все вместе. Для индивидуальных посетителей, соответственно, будут соблюдаться нормы в полтора метра. Посетители просят не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и приходить на показы в масках, по возможности в перчатках. Сотрудникам кинотеатра в обязательном порядке несколько раз в день будут измерять температуру тела. Они будут также обеспечены средствами защиты и санитайзерами. Так что о своей безопасности всем, кто соскучился по просмотру фильмов на большом экране, можно не беспокоиться. – В тете кинотеатра пойдете смотреть? – Конечно. – Несмотря на пандемию, не побоитесь? – Ну, снимают же ограничения, наверное, уже снимут. – В общем, окончательно. – Открытие, да? – Ждем. Подготовка к открытию кинотеатра «Искры» идет полным ходом. Сотрудники приводят в порядок не только внутренние помещения, но и фасад здания. Фасад кинотеатра «Искры» только недавно обновили, но вандалов это не останавливает. Сотрудники кинотеатра регулярно оттирают надписи, но они появляются снова и снова. – Уважаемые жители города, стены кинотеатра – не место для рисунков, поэтому давайте соблюдать чистоту и порядок, а также беречь наш город. Сейчас сотрудники «Искры» подбирают контент. Пока нам не удалось узнать, какой именно фильм покажут на первом сеансе после долгого перерыва. Следите за афишей. Она появится уже в начале следующей недели. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видно этого. 33 дольщика нового жилого комплекса, расположенного в поселке Мещерино, начали получать свои квартиры, которые ждали с 2017 года. На данном объекте были проблемы с газовой котельной. Однако вопрос удалось решить, и 30 июня дом был сдан в эксплуатацию. Наша съемочная группа побывала на торжественном вручении ключей первым новоселам. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. В связи с финансовыми трудностями у застройщика строительство нового жилого комплекса в поселке Мещерино шло медленными темпами. Разрешение на возведение первого дома было получено еще в конце 2014 года. Но из-за экономического кризиса сроки сдачи объекта были перенесены. В итоге, благодаря поддержке Министерства жилищной политики Московской области и администрации Ленинского городского округа удалось избежать проблемной ситуации. Министерство жилищной политики помогало застройщику оформлять документы, получать согласование для того, чтобы уже в момент достроя дома все полный пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию был сделан. Еще одна проблема, которую вовремя удалось решить, связана с газовой котельной. Не все собственники были согласны со смежным прохождением сети газоснабжения. Эту проблему удалось решить. В настоящий момент этот дом подключен к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения и канализования, электричества. А также с помощью модульной котельной с подведением газа он теперь, собственно говоря, получает соответствующее тепло. Месяц назад пятиэтажный дом на 109 квартир был введен в эксплуатацию. И вот в торжественной обстановке первым трем новоселам вручили ключи. Радостное событие. Всего большого. Поздравляем вас. Обладательница новой квартиры Дарья Еремина уже определилась с интерьером и с нетерпением ждет переезда. В квартире все устраивает. Все так, как и заявлялось ранее. Никаких у меня замечаний не было по приему. Константин приобрел квартиру в марте этого года. Привлекло удобное расположение и прекрасный вид из окон на лесной массив. Будет домофон, есть электронная дверь с кнопочкой. Планируется въездной шлагбаум. То есть я очень рад в принципе. И доступность до Москвы 5-10 минут езды. Проблем нет. Сейчас идет процедура приема покупателями своих квартир от застройщика. В настоящий момент реализовано 70 квартир. У дома полностью завершено благоустройство дворовой территории. Рядом активно строится еще один многоквартирный дом этого жилого комплекса. Планируется также маршрут для общественного транспорта. По следам обращений жителей города. В начале июля на телеканале «Видное ТВ» вышел репортаж о ситуации в жилом комплексе «Видный», где местные просили власти установить на одной из прилегающих к микрорайону дорог лежачие полицейские. Их просьба была непроста. Эта проезжая часть получилась сквозной. По ней автолюбители часто объезжают пробки. Знаков ограничивающих скорость нет. А тем временем сюда выходят подъезды. Территория, по сути, придомовая. Здесь гуляют дети. И все же реакция администрации округа оказалась быстрой. Буквально через несколько дней на место приехали рабочие, которые приступили к монтажу искусственной неровности. Эти кадры нам прислали жители ЖК «Видный», чьи окна выходят на ту самую дорогу. Появился здесь и знак, обозначающий лежачий полицейский. Люди надеются, что нововведение поможет искоренить проблему с лихачами, и жизнь в микрорайоне станет спокойнее. Жители города «Видное» уже привыкли к тому, что на площади у кинотеатра «Искра» регулярно проводятся ярмарки по продаже товаров народного потребления. Очередная возможность приобрести качественные продукты питания, вещи и домашнюю утварь появится буквально на следующей неделе. С 27 июля по 2 августа ярмарка ждет гостей. В этот раз продавцы побалуют видновчан большим ассортиментом разнообразных фермерских продуктов, качественной одежды от российских производителей. Широким выбором деревянных игрушек, изделий изо льна и головных уборов. Цены, как всегда, ниже рыночных. Очень симпатичный продавец, очень визливый. И все хорошее, главное. Натуральное. Спасибо им. На ярмарке свои товары представят предприниматели из Ленинского городского округа и других муниципалитетов ближайшего Подмосковья. Проработает она неделю. Ежедневно с 10 утра до 7 часов вечера можно посетить ярмарку и приобрести необходимые товары. Не упустите возможность купить качественные продукты и вещи по выгодным ценам. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что 25 июля на протяжении всего дня будет облачно, но без осадков. Температура плюс 21 градус. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.